Друзья, вы все помните мой старенький макбук, который иногда появлялся в кадре. Так вот, батарея в нем недавно приказала долго жить, и мне поменяли ее замечательные ребята из Apple Pro. Спасибо им, адрес будет в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, вы находитесь на канале ПРОПИТЕР, канале о недвижимости в городе Санкт-Петербург. Итак, наконец-то мы снимаем последнюю серию проекта, который начали очень давно, потом он приостанавливался, потому что люди делали ремонт, у них там тоже были свои приостановки, свои причины. И сейчас ремонт почти доделан, и мы получили возможность вам наконец-то показать почти готовый результат квартиры, которую мы показывали в самом начале, когда здесь не было вообще ничего. Если вы помните, я там выходил из ванны и говорил, вот мы находимся в типичной коммуналке. Так вот, эта ванна, как она выглядит сейчас. Что ж, давайте пройдемся по квартире, посмотрим, что получилось. Я скажу примерные вещи, которые здесь были сделаны. Расскажу примерные суммы, меня очень сильно на самом деле удивило, что люди сделали ремонт за очень и очень небольшие, на мой взгляд, деньги. Но нужно учитывать то, что здесь хозяин, у него руки растут откуда надо. Например, плитку, говорит, он клал сам. Периодически там и рабочим мог где-то помочь, контролировал их и как бы прессовал по деньгам, поэтому получились очень разумные деньги. Ванна. Соответственно, вы помните, как это выглядело. Ролик будет прикреплен здесь, для того, чтобы вы могли сравнить было и стало для тех, кто не видел. Сейчас здесь объединенный санузел. Унитаз перенесли, потому что он находился на месте стиральной машины. Сделаны, понятно, что все выводы под стиралку. Сверху место для бойлера. Вот эта стена. Ну, понятно, что да, что если, не знаю, так как санузел объединен, чтобы сразу, когда вы заходите, у вас взгляд не упирался в этот белый камень. Здесь же спрятаны у нас, получается, счетчики и разводка. Очень такое интересное решение, да, все это в Паттай. Интересное решение вот с этим местом. То есть создается полное впечатление, да, вот эта вот разная высота плитки и скрытая подсветка, что как будто бы просто зашторено окно. Ага, вон. Дальше. На стене слева находилась батарея, ну, понятно, старая. Ее заменили на полотенцесушитель и подняли. Вот. Сверху вентиляция. Видно внутри, если присмотреться туда, насколько уменьшили высоту потолков. То есть сейчас вот та потолков достаточно большая. Я помню, в прошлый раз мы мерили, она была там, то есть, серьезная, под 3,50. Но здесь даже с учетом уменьшения и с учетом того, что там лежит вентиляция, вытяжка точнее, ну, это все равно хорошая, хорошая высота, не низкая совершенно. Вы можете спросить, где же раковина. Вот раковины пока нет, потому что ремонт заканчивается, да, и какие-то вещи еще не доделаны. Но вот под нее место, то есть вот под нее сделаны выводы, да, для воды и прочее, прочее. То есть предполагается, что вот здесь будут зоны для того, чтобы умыться, почистить зубы. Ну, вы все видите сами. То есть, на мой взгляд, по сравнению с тем, что было, это понятно, что небо и земля. Из того, что нужно еще отметить, что поставили радиатор, ну, отдельно, да, в ванную комнату. И здесь теплый пол. Во всем, во всем, во всем, в смысле. Что ж, пойдемте дальше. Итак, кухня, точнее кухня-гостиная. Потому что, если вы помните из прошлого ролика, да, что у нас получается из четырехкомнатной квартиры сделали трехкомнатную гостиную кухню с сквозным, получается, светом на две стороны у нас, получается, три окна. И две комнаты. Одна детская, другая спальня родителей. Что же мы здесь видим? Видим, собственно, саму кухню. Видим очень интересный, на мой личный взгляд, потолок. Начнем с потолка. Это гипсокартон. И, соответственно, вот он, аштукатурин выровнен. Он отделан вот таким, да, декоративными узорами, мне тут подсказывают. На самом деле, откровенно говоря, я всегда стараюсь подходить к ремонтам, к квартирам, недвижимости вообще, именно с точки зрения ощущений. По ощущениям, вы знаете, у меня создается впечатление такое приятное, как будто бы ты находишься где-то, не знаю, на Средиземноморье, может быть, Италия, может быть, что-то вот такое. Потому что вот эта вся история с плиточкой, да, ну, вы, собственно, видите все сами, вот эти окна там деревянные или под дерево сейчас не видно, к сожалению. То есть, не знаю, у меня создается такое впечатление, и, на мой взгляд, это здорово. Почему? Потому что в Петербурге и так довольно мало солнечных дней, потому что вот эта погода, которую вы видите за окном, прекрасная, но, согласитесь, это не часто нас петербургская погода таким балует. И поэтому, если еще и в квартире темно, то это было бы совсем мрачно. А здесь все-таки такие светло-приятные бежевые тона, они создают определенное настроение. Да, ну, то есть, вот мне тоже, опять же, подсказывают, что вот это все Италия. Ну, точнее, скажем так, может быть, и не производитель Италии, да, но именно, что итальянский стиль, как-то все выдержано, все в одном. Что же, пойдемте дальше, посмотрим гостиную зону. Хотя тут, на самом деле, о гостиной зоне особо-то и нечего говорить, потому что она, ну, я сейчас вам ее просто покажу. То есть, она просто плавно вытекает из кухонной зоны. Пойдемте поговорим о прихожей, коль мы здесь находимся и сюда уже подошли. Получается, вот вход в квартиру. Из-за высоких потолков здесь сверху сделаны две такие декоративные ниши, то есть, куда можно что-то поставить, но понятно, что это, скорее всего, будет не с практической точки зрения, а с чисто декоративной, да, чтобы было симпатично. Получается, вот у нас ниша, в которую планируется шкаф, так как у нас ремонт еще доделывается, да, сейчас это решено подобным образом. Ну, ясно, да, что вы пришли, разделись, туда убрали обувь, туда убрали верхнюю одежду. С левой стороны у нас получается гардеробная, так сказать, общая, потому что в каждой из спальных комнат есть своя отдельная еще гардеробная. Здесь она общая, мы туда не попадем, потому что там все завалено инструментами и там сейчас смотреть нечего, но она большая. То есть, если вот предположить вот этот угол, соответственно, вот, вот это все внутри, это место для того, чтобы там хранить всякий став, который вам не нужен здесь и сейчас, и хранить там зимние вещи. Давайте посмотрим гостиную зону и пойдем уже по комнатам. Соответственно, мы сейчас в гостиной зоне находимся. Вот у нас кухня, вот она же сюда, переходит ровно точно такая же по ширине в зону гостиной. Здесь стоит у нас диван, сейчас он разложен, не знаю почему, потому что у родителей отдельная спальня и предполагается, что здесь никто не спит. Но, тем не менее, это удобно, если мало ли кто-то приезжает, друзья, гости или что-то подобное, соответственно, их всегда можно сюда разместить. Больше о гостиной, на мой взгляд, сказать нечего, потому что... Ну, телевизор, ну, это понятно, в общем, традиционная, на самом деле, такая достаточно история. Пойдемте дальше по комнатам. У нас две комнаты, спальня родителей и детская. Итак, мы находимся в спальне родителей. Хотел особо отметить двери, которые открываются на две стороны. Вообще, по словам хозяина, который, собственно, этот ремонт делал, курировал, помогал и многие вещи сделаны его руками, что вообще все, вообще, стилистическое решение, оно началось именно, ну, с дверей. Потому что, вот я, говорит, однажды в одном здании увидел такие двери и, ну, все-таки, мне это показалось достаточно интересным, чтобы высокие и именно на две стороны. Я такое решение полностью поддерживаю, потому что оно такое отдает, знаете, классикой. Сталинский эмпир тоже старый фонд, это вот на две стороны встречается очень часто. Уже позже, в советский период, там, ну, просто двери обычные, скажем так, которые нам всем привычны. Итак, спальня родителей, соответственно, прекрасные виды у нас никуда не делись. Я прямо помню то, что, когда мы в первый раз снимали, вот эти вот виды из окон, которые типично петербургские, на крыше, они, понятно, у нас присутствуют. По месту вы видите все сами, то есть здесь, боюсь соврать, сколько, но стены делались заново, поэтому надо просто перемерять. Но, на мой взгляд, здесь квадратных метров-то, наверное, 15-то есть. Вот, но высокий потолок, из-за высокого потолка не складывается впечатление, что, что места уж очень много. Если потолок был бы ниже, казалось бы, комната, конечно, шире. Гардеробная. Из спальни выходит гардеробная именно для родителей. И, причем, что интересно, вот оставлено место между двумя комнатами. Во-первых, это звукоизоляция. Во-вторых, здесь сделано удобно, что с этой стороны у нас гардеробная родителей, а вот здесь детская гардеробная, в которую вход с другой стороны. И так, последняя комната в этой замечательной квартире. Если вы помните, когда мы выбрасывали окна из окон, это было вот как раз-таки из этого окна. То есть, комната изменилась до неузнаваемости, если честно. Сейчас это детская. Вот, я уточнил у хозяина, получается, действительно, комнаты примерно по 16 квадратных метров получились. Ну, в принципе, я примерно угадал. Здесь детская, со всеми вытекающими светлые тона. Да, вот такие вот, очень интересные, на самом деле, еще это обои или что-то еще. Два окна, значит, комната светлая. И тоже гардеробная. Гардеробная, соответственно, ну, такая, с детским уклоном. Здесь игрушки и все прочее. Она поменьше, чем гардеробная у родителей, но, однако, она тоже очень удобная. Вот эти отверстия в потолке, которые вы видите, это вентиляция. Для того, чтобы там была циркуляция воздуха и, соответственно, ничего не гнило. Ну, понятно, что в всей квартире переделали трубы на металлопластиковые, то есть, сделали хорошую, современную, приятную квартиру. Везде новые радиаторы стоят. Это все, конечно же, в полный рост. Дальше. Хотел бы с вами поговорить, знаете, о чем? Сколько все это удовольствие вышло? Вот я спросил у хозяина, он сказал, слушайте, ну, примерно порядка именно ремонта, около миллиона рублей. На мой взгляд, это очень дешево. Плюс, имея возможности, выходы разные. То есть, кухню, которую вы видели, она им вышла, что-то ее заряжались 300 тысяч, они ее купили за 150. То есть, ну, такого рода тоже была экономия. Поэтому я считаю, что это очень дешево для подобного уровня ремонта. Ну, нужно отметить, напоминаю, что все-таки коммуналка была жили за бетонными перекрытиями. И здесь полностью делали заливку из бетона. Ну, вы это все видели на видео. Что еще добавить? Получается, вот, по-моему, на этой стене у нас, помните, я показывал, что был выход в другую квартиру, который, когда сняли обои, он появился. И ту стену, которую мы ломали, она была в соседней комнате, в комнате родителей. Вот. На этом, наверное, пожалуй, стоит завершить наш выпуск. Подписывайтесь обязательно на канал, ставьте лайки, помогайте, друзья, репостом. Я надеюсь, что мы будем больше снимать новых интересных квартир, которые были бы интересны вам. До свидания. Друзья, все-таки есть что-то в этом мире постоянное. Квартира поменялась полностью, а велосипед как стоял, так и стоит. Только пыли набралось. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok